Всем привет, кто смотрит записи. Сегодня эфир на тему, как проходить сквозь стены в системе. И заодно, как... Нестандартный заход на эфир. Прекающее внимание. Это все было в сценарии. Короче, и приглашение на онлайн-ретрит. Ну, приглашение, приглашение, вы все равно можете послушать информацию и взять от нее. Я постараюсь максимально жато, коротко дать информацию, то, как я вижу вот этот проход сквозь систему. Вот, ну, Ира добавит со своей стороны. Что добавишь, Ира? Посмотришь по ходу? Ну, посмотрю по ходу. Посмотрю. Поговорим о том, вообще, в каком состоянии мы собираемся куда-то проходить. И как это влияет на то, есть стена перед нами или нет. Супер. Класс. Класс. Благодарю. И, ну, напомню для тех, кто первый раз, или не напомню, для тех, кто первый раз, скажу, скажу новое, возможно, для тех, кто не первый раз. Сейчас, напомню про вот этот опыт, наш открытие во время локдауна Небоса, ресторана Небоса, у нас ресторан Небос, в центре, прямо в центре Киева. Вот, и мы в 21-м году в конце смогли открыться без сертификатов, без масок, без, что там еще было, я уже не помню. В общем, без ничего. И мы открыто это, открыто демонстрировали это в соцсетях. Вот, да, было там в начале у нас такой достаточно плотный контакт с системой, с полицией, даже службы, даже там нацгвардия приходила. Вот, но это где-то за неделю все решилось, и все, и система, как, ну, фактически, как открылся портал. Я это так вижу, вот, что мы смогли быть открытыми, вот, а для системы, ну, как невидимая, можно так сказать. Вот, и, ну, там, скажем так, сейчас вот в текущих реалиях тоже у нас был, скажем так, опыт там прохода через границу, пока не, скажем так, который мы не реализовали, но мы тоже не, когда в ковид, мы тоже не открылись на первый локдаун, мы открылись на четвертый, на самый последний, поэтому в процессе исследования это просто задача, как бы, следующего уровня, я так для себя это понимаю. Вот, значит, что, с чего бы я начал? Я бы начал, наверное, с того, что мы в ретрите даем практически в конце. Вот это теория систем, то есть информация про системы, как устроены системы. И почему в конце? Потому что уже, скажем так, сознание очищено более от программ, и более в ясности, в осознанности, и это можно прямо взреть, увидеть, как вот это работает. Ну, допустим, так, сделаем такое. Ну, что я говорю, подразумеваю, вот, проходите сквозь стены системы. Ну, в принципе, это какие-либо вообще взаимодействия с системой, которая нарушает права человека. Ну, хотя бы так, для начала. Вот, права, свободу, свободу перемещения, свобода мнения. Ну, в общем, свобода воли. Вот, в общем, все, что связано со свободой человека, свободными права человека, вот я про это. То есть, все, что в системе нарушает права человека, я воспринимаю это как некий квест для нас, для того, чтобы развиться. То есть, для того, чтобы выйти на новый уровень, вот, на новый уровень действительно, действительно не просто заявить, что я человек, а система вроде как и проверяет. То есть, ну, ты человек, окей, хорошо, ну, никто же не спорит. Ну, вот так, а ты можешь это реализовать? Ты вот реализуешь это, вот система тебе как будто бы создает некие преграды, вот, ты это реализовываешь или не реализовываешь? И, ну, допустим, поставим, поставим цель, там, допустим, я не знаю, ну, давайте, там, граница, там, или... Вот у нас Любава, например, Любава, младшая дочь, вот она у нас без цельства рождения, ей уже два года скоро будет. Вот, и вот тут я хочу вот такое, как бы, внимание, акцент такой поставить. Человек есть, она есть, а средства рождения нет, но она есть. Вот, и это, ну, это, ну, невозможно это, как бы, не признать, что она есть без документа. Вот, то есть она есть без документа, и она, в принципе, ну, как человек свободный, может, в принципе, не... Ну, когда вырастет, понятно, самостоятельно, но пока это уже наша задача как-то разобраться, как в этой системе она может без этих ограничений, которые документами, в принципе, ограничиваются. Вот, и, ну, допустим, вот любые решения, которые связаны со свободой воли, со свободой права, проявления и права. Вот, и сейчас вот я чуть, скажем так, подгружу уже информацию про системы, спрошу вас сначала, у кого есть бунтарство против системы? Ну, пусть внутри, там, может, проявленное, непроявленное, вот, не знаю, помашите рукой, там, или поставьте плюсики. Ну, вот, много плюсиков, кто там в ютубе смотрит, тоже можете заплюсовать, поднять видео, скажем так, в просмотрах. Хорошо, значит, много плюсиков. Вот, теперь, вот, с теорией системы, о чём? Что мы сюда, как дух, как душа, вот, воплотились на эту землю, вот, и вот этот мир, как вот эта действительность, она вся состоит из системы. То есть, куда тут не посмотришь, нету ничего, что мы не можем, скажем, можем воспринять, как не систему. Вот, ну, можно начать, например, с физического тела. Тело физическое – это система? Система. Вот, внутри тела всё состоит из систем, пищеварительная система, нервная система, кровеносная система, лимфатическая система. Ну, в общем, все органы в каких-то системах находятся, то есть, они без системы не существуют. И все системы внутри тела, вот, являются системой всего тела. Вот, хорошо. А тело – это вообще само по себе может существовать, например, без системы человечества? Человечество – это система? А человечество может существовать, например, без экосистемы Земли, природы, вот, всё, экосистемы Земли. То есть, а экосистема Земли – это система? Система. А, ну, там сейчас, конечно, разные теории по поводу плоской Земли, что это может быть компьютерная все, крутая очень графика, ну, допустим, возьмем пока, ну, что я могу видеть, я могу видеть, что у нас Солнце смещается, в зависимости от времени года, что еще могу наблюдать, что, ну, что вот эта гелиоцентрическая система, что, в принципе, она имеет место быть, вот эта плоская Земля или шарообразная, не круглая, шарообразная, вот, это тоже такой вопрос, я думаю, что, если плоская, то, значит, мы двухмерное воспринимаем, вот, если шарообразное, то трехмерное, а если, вот сейчас вот там переход из 3D в 5D, а если пятимерное у нас восприятие, то какая Земля, вы можете это вообще представить или нет? Ну, допустим, возвращаемся в трехмерное, то есть, допустим, Земля вращается вокруг Солнца, Солнечная система, может Земля существовать без, если в это смотреть, без Солнечной системы, то есть, относится к Солнечной системе, относится, Солнечная система сама по себе существует без, там, галактики Млечный Путь, то есть, это тоже все система, там, ну, и галактика Млечный Путь тоже в какие-то там более масштабные системы входит, хорошо, можно пойти в микромир, что там, молекулярная система? Система, ну, в общем, куда ни посмотрите, везде системы, то есть, и можно тогда прямо увидеть и признать, что мы сюда, действительно, как в фильме «Матрица», ну, только немножко, может, по-другому это все, скажем так, то метафора такая, как оно по-другому, ну, устроено, может быть, по-другому, но мы фактически воплотились реализовываться в «Матрице», потому что все состоит из систем, вот, вы сейчас не назовете ничего, что не является системой, все состоит из систем, вот, и, соответственно, если мы бунтуем против системы, а у нас же в сознании, если мы бунтуем против системы, то, ну, это как проекция, то есть на все, соответственно, если мы бунтуем против системы, то это значит, что мы бунтуем против среды, в которой воплотили реализовываться, как душа, со своим предназначением, задачей, реализовывая которую, мы чувствуем себя удовлетворённо, наполненно, и чувствуем удовлетворение от того, что жизнь мы проживаем не зря. Просто не зря, потому что я себя осознаю, осознаю свою задачу, свое предназначение, кто я есть как дух, и реализуюсь. Но если у меня есть бунтарство против системы, то, соответственно, я так сразу забегу, тут про возрастную психологию сейчас в этом эфире не буду говорить, в ретрите будет эта часть про возрастную психологию, потому что её необходимо разобраться, где вот эти паттерны у нас подростковые, детские проявляются, и, ну, там проходить сквозь стены, скажем так, из вот этого восприятия, там, детского и подросткового, ну, не получится, потому что у ребёнка нету стопроцентной ответственности. Взрослая психика какими качествами обладает? Стопроцентная ответственность. И ответственность как не долг, не обязанность, а способность действовать по интуиции, по отклику. Ответственность. Ответ на то, что есть. Видповедальность. Видповед наальность, на то, что, на всё. В английском responsibility. Откликабельность. Это другими словами responsibility, если прямо дословно перевести, то есть это откликабельность, способность откликаться на всё, что есть. Вот чем шире наше сознание, тем эта откликабельность и ответственность, она распространяется не только вот на текущий момент, она также распространяется на всё, всё во времени. И былое, и настоящее, и грядущее. Соответственно, когда у нас расширено так восприятие, то мы, действуя в моменте и откликаясь, и осознавая, как это всё работает, и эта матрица в том числе, вот мы также, ответственность распространяется на то, что мы своими действиями создаём свои действительности, или там действительности своей семьи, и рода, общины. Поэтому стопроцентная ответственность. Не 90%, не 80%. То есть я за всё отвечаю в своей жизни. Никто другой, не государство. И не врачи за моё здоровье отвечают, а я отвечаю за всё. Как я живу, как я ухожу из этой жизни. И как я буду там 60, 70, 80, 90 лет, вот если мне там необходимо сесть там и дальше жить больше по времени, то это моя ответственность, как я буду проживать. Вот не пенсия, не государство, соответственно, как я буду в каком состоянии жить, и будут ли у меня средства, и буду ли я процветать вообще. Вот это моя ответственность. Ну, до выхода из этого тела. Вот такая ответственность стопроцентная. Вот. Это стопроцентная самодостаточность, самостоятельность, независимость, ну и свобода воли, соответственно. И реализация, то есть свобода реализации. Вот. Поэтому возвращаюсь к тому, что вот это взрослая психика, взрослая ответственность. Вот. А если мы бунтуем против системы, вот, то, соответственно, это подростковый паттерн. Просто проявляется подростковый паттерн, где ещё стопроцентной такой ответственности нет. Можете вспомнить, как в подростковом возрасте. Да, мы там ещё в сепарации в такой как бы находились. Вроде я уже сам, вот. Но ещё могу одобрения ждать или поддержки ждать. Вот. Или в случае чего я там с гнёждышка вынырнул. Вот. Но в случае чего могу и обратно залететь, если вдруг какая-то опасность или, ну, или там средств не будет. Могу и обратно вернуться на какое-то время. Ну, то есть ещё вот такая ответственность. И мы когда в небос открывались, вот. Ну, там были разные опыты, и мы видели у разных ресторанов. Там подпольно открываться. У меня тоже такая мысль была. Вот. Первый локдаун. Прямо была такая мысль. Мне она очень легко заходила, да. Там мы подпольно откроемся или там снимем квартиру там на этаже выше, и туда будут люди приходить к нам с едой. Это же не кафе, не ресторан. Вот. И в принципе, в принципе, многие так и, скажем так, и реализовывали вот, ну, таким образом, через подростковую. Знаете, как это мне напомнило, почему мы так не пошли? Потому что это как, ну, например, это как курить за углом в школе. Ну, еще не могу проявить свою волю и наполную. Вот. Но уже, уже все равно живу по-своему. И уже как бы все равно реализовываю свои права, но еще пока так, типа, скрываясь или, или в бунтарстве, там, доказывая. Вот. Это взрослая психика не доказывает. Вот это вот разница. Вот это вот один из ключей прохода сквозь стены, что, и который мы тоже для себя, вот, его, скажем так, увидели, и это ключом одним из ключей стало. Что взрослая психика не доказывает, не пытается побороться за свои права, на митинги не ходит, вот, чтобы, чтобы разрешили. Вот. А свободная взрослая психика просто реализует. Вот это вот один из таких кардинальных для нас, и это тоже, это уже взрослая психология. То есть мы вот это поняли, что из детской психики нет. Это просто ждешь, пока тебе разрешат. Из подростковой психики, ну окей, я там, не знаю, куплю себе какой-то документ, вот, который мне позволит разрешить что-то. То есть еще спрашивать разрешение или как-то позволение, или бунтовать, на митинги ходить и там устраивать революцию. Вот. Или взрослая психика, которая просто реализует. Вот это тут проход, вот этот необходимо осознать. То есть один из ключей это выход в взрослую психику. Не доказывать и реализовывать. Это вот раз. Второе, значит, ну необходимо убрать, соответственно, бунтарство против системы, потому что мы в системе реализуемся. Это окей, заходит сейчас пока информация? Ну дайте какую-то обратную связь, потому что если я буду видеть, что подвисаем, то буду другими примерами, метафорами еще раз объяснять. Поэтому благодарю. Хорошо, значит, соответственно, окей, значит, матрица. Вот. И необходимо это просто признать. Все состоит из систем. Все. И мы тут воплотились, и это неплохо. Это просто как вот, ну как некая среда, в которой вот дух свободный, вечный, бессмертный, по контракту, по договоренности, по каким-то, я не знаю, там тонким, скажем так, договорами и своим мотивам, вот пришел в квест, можно, я так это воспринимаю, как некий квест. Вот, ну, кто ходил в квест-комнату? Ходили в квест-комнаты? Вот, чего вы ходили туда? Просто вот так вот для, ну, ответьте себе. Ну, кто не ходил, не ответите, а кто ходил? Вот, ну, я ходил, например, на день рождения со старшим сыном, вот, но мне было интересно, то есть, мне все-таки было интересно, я с интересами, я не сидел там, типа, за квест-комнатой, там ждал, пока они пройдут, я заходил, я зашел, вот, и с ними проходил, мне было интересно, что это вообще такое? Вот, искать выход. Искать выход, которого такая, не очевидно, он не виден, очевидно, вот, ну, для меня вот этот, как бы этот квест-комната, этот, эта матрица, я могу сказать так, что это как, Ну, как гипотеза или моё такое, я так называю, неважно, как это, но это как супермастер, ну, назовём это Люцифер, вот, мастер иллюзии, создал такую иллюзию, заходите, пожалуйста, развивайтесь, проходите, не прошли, ну, какая разница, смерть, ну, это же всё равно иллюзия в этом духовном мире, ну, и ходи себе по кругу, пока не пройдёшь. Вот, поэтому тут вот это, вот это, тут необходимо с уважением, с уважением и с благодарностью отнестись к этому квесту, я так вот это вижу, ну, это такие мои последние, вот, это как даёт возможность убрать эту борьбу, вот, и негативные отношения, потому что куда внимание, туда энергия, вот, и если у нас есть к чему-то негативные отношения, то, соответственно, мы там видим врага или какие-то препятствия, а это иллюзия. Так, сейчас прочитаю быстро. Система системы рознь. Сейчас я говорю в общем про системы. Сейчас рознь в чём, типа, есть хорошая система, есть плохие системы, но я вам озвучу пять этих, пять свой систем, вот, и вам станет ясно, что рознь не рознь, вот, но это всё входит в одну большую систему. Рознь не рознь, но всё равно это всё входит в одну большую систему. Вот, значит, читаю. Можно ли поделить системы на естественные и искусственные, или это тоже разделённость? Ну, в принципе, я думаю, что можно тут, ну, и не то, что можно, а необходимо различать вот системы. Есть такая вот где-то в Торе, я сам не читал, не изучал, но у нас тут нянь Добрынин, он ценового уходил, вот, какое-то время. И он просто пазлом таким поделился, что, ну, съел яблоко с древа познания добра и зла, вот, но там было другое ещё древо, древо жизни. Вот, и Адам, ну, так вот, сама вот, это как легенда, или как это миф, как бы там ни называть, что он знал, что он вот этим своим действием, он всех, все свои, там, последующее поколение, он вергает в этот, в этот вообще опыт познания добра и зла, в эту иллюзию познания добра и зла. Вот, ну, а второе дерево, там нету познания добра и зла, там просто жизнь. Вот, просто жизнь, всё. Понимаете? Вот, и, ну, тут по-разному тоже это можно рассматривать, вот, что это может быть как некие реальности, измерения вселенной разные, эти древы, вот, и там, как они проявляются, как светлый, тёмный рукав, там, галактики, или как там, и это как, как это связано с галактическими днём и ночью, вот, этими кальюгами, ну, и вот эта ночь сварога, день сварога. То есть, ну, возможно, вот, там, в ночь сварога, там, в кальюг больше проявляется вот это древо, познание добра и зла, это погружение в это невежество, иллюзию и мрак. А в сайте югу, там, день сварога проявляется просто древо жизни, вот, золотой век и просто жизнь. Вот, ну, то есть, конечно, там, я думаю, что вы там тоже иногда там фильмы разные голливудские смотрите, то, что они там сейчас в последнее время умудряются показать, вот, так я думаю, это, ну, одного даже процента не показано того, что вообще во вселенной существует, поэтому, поэтому, ну, то есть, можно допустить всё, что угодно. Вот, ну, по наблюдениям, по практическим, скажем, по практическим результатам, вот, ну, вот я информацией делюсь, которая, скажем, для меня имеет практически, ну, то, что я могу практически реализовать, вот, и уже её даю, когда я вижу, как она в практике применяется. Вот, последнее время у меня, скажем, знания и инструменты, ну, и видение открываются больше через практику. Вот, вот, есть задача, вот, ну, это как квест-комнате, надо открыть дверь, вот, и просто интеллект начинает шариться по, по всем закоулкам, вот, искать, где же тут, что, какие кнопочки находятся и, вот, какие там потаённые какие-то вещи для того, чтобы эта дверь открылась. Вот, я это вижу, как, ну, как некий, скажем, просто встроенный у меня инструмент, вот, который находит выход из всех ситуаций. Ну, вот, я так это воспринимаю. Вот, и этот выход, ну, вот, как подсказки просто прилетают. Хорошо, значит, возвращаюсь к системам. То есть, необходимо в взрослую психику перейти и признать, что мы пришли здесь, мы выплатились в матрице. Вот, и с некой, с неким предназначением и, соответственно, с целью реализоваться. Вот. По чём мы можем чувствовать реализацию? Это по удовлетворению от жизни. Я это так вижу. То есть, я удовлетворён в действительности, честность. Понятно, надо качество честности прокачать, вот, для того, чтобы это увидеть, потому что можем себя обманывать. Я это тоже проживал не раз, как, да, я там в позитивном, как-то сказать. Образе. Ну, и даже не образе, а это, типа, позитивное мышление. Мышление, да. Да-да-да, в позитивном мышлении. Я сам был несчастен. Вот. Но это, ну, какие-то месяца 8-9 или даже больше я в такой иллюзии побывал. Ну, вот, пока не признал, что я несчастен. Но когда я признал, что я несчастен, я быстро всё поменял. Пока я думал, что я счастлив, вот, я оставался в этой иллюзии и страдал. Вот. Но в голове у меня я счастлив был. Вот. Поэтому необходимо вот это признать. То есть, признать, я удовлетворён на самом деле в действительности всем, что в моей жизни происходит. Ну, вот. Своим путём, своими действиями своим. Вот. Если удовлетворён, окей. Значит, вот, я реализовываюсь. Значит, взрослая психика. То есть, вот это. То, что мы реализовываемся, реализовываемся в матрице. И насколько мы тут реализовываемся эффективно. Вот. И, соответственно, от этого зависит наше удовлетворение как признак того, что мы на своём месте, на своём пути. Вот. Насколько мы реализовываемся эффективно, я вижу, что во многом зависит от того, насколько мы вообще ориентируемся в этой матрице. Что тут как. Вот. Потому что, если мы в иллюзии, то, ну, вот так вот. Я думаю, что я счастлив, а на самом деле я не счастлив. Вот. И матрица. Берём матрицу. Теперь чуть-чуть вот про матрицу. Многомерная. Ну, то есть, я вижу её многомерной. Это не трёхмерная, а многомерная. Вот. И самое простое, с чего необходимо начать. Вот. Для того, чтобы начать в ней, скажем так, осознанную реализацию. Осознанную. То есть, мы и так реализуемся. Осознанную реализацию. Вот. Необходимо. Я тут применяю метафору навигатора. Вот. Как у вас в телефоне, в смартфоне навигатор. Вот. Есть место назначения, куда мы движемся. Вот это реализация. Ну, так условно назовём место назначения. Вот. И чтобы дорогу простроил навигатор, необходимо местоположение определить. Своё. Точное. Вот. Ну, и вот это с местоположения я всегда и предлагаю начать. Какое местоположение? Начать с местоположения во времени и пространстве. Не в иллюзии, а в действительности. Какое местоположение во времени и пространстве у вас сейчас? В действительности? и здесь только честность проведет вообще в ясности, где я нахожусь и какое у меня точное местоположение называю ли я для себя честно все своими именами или я приукрашаю оправду Татьяна тут пишет пока вы тут ищите где местоположение времени и пространства жаль, что вы не видите, знаете что далеко не все люди люди содержимым отсюда и воля одного это все а воля другого это всего лишь имитация воли знаю я, вижу это знаете, я встречаю людей вот как-то вот так в моей жизни происходит что я встречаю людей вот и кто встречает не людей вот это вот интересно откуда вот это видение не человеческого вообще исходит понимаете то есть если я смотрю в свое зеркало там вижу не человека то кто отражается вот так вот я вижу вот этот процесс и это один из обманов вместо того, чтобы смотреть где нахожусь я начинать смотреть где не там находятся другие как сейчас это определит твое местоположение это вопрос такой общий для всех ну и для Татьяны кто это написал как сейчас это помогает определить твое местоположение когда ты видишь что кто-то неправ не на своем месте делает что-то не то что не должен в это время где твое внимание в том месте где ты сейчас находишься или в иллюзии в моем представлении о том что с другими происходит сейчас это пример самообмана и по поводу того что не все люди люди я эту тему ну конечно я ее исследую то есть мне много чего заходит разная информация вот и что я вижу я вижу что конечно тут разное сознание в этих человеческих телах проявлено ну очень с разными вообще качествами вот возможно разная цивилизация в этих телах вот как бы там ни было мы все проживаем опыт человека вот это я вижу точно мы в человеческом теле вот то есть как бы там ни было мы проживаем опыт человека И я не могу говорить за других, что там у них какие задачи. Но я про себя, про свой род, про своих, про общину, которую я осознаю. Я осознаю, что кто бы тут ни был, мы все, ну как одна из целей этого воплощения, это научиться быть человеком. Вот если вы даже первый раз вы сюда прибыли, вот научиться быть человеком. Как быть человеком вообще? Это один из задач прохождения этого квеста. Потому что мы в этом теле. Как вообще быть человеком? Так что, значит, приниженное сознанием, да, по поводу сознания я согласен, что все сознание. Значит, местоположение. Вроде бы простой вопрос. Я его задаю в конце ретрита. Понимаете? Но в конце ретрита все знают свое местоположение во времени пространства. Вот. Когда мы так из иллюзии прибыли, ну, не прибыли, там, скажем так, воспринимаем через иллюзию, непонятно. На своем месте. А во времени и пространстве это что? здесь и сейчас. Местоположение здесь. В пространстве во времени сейчас. Так или нет? То, что пресловутое «живи здесь и сейчас», присутствуй здесь и сейчас. вот это, вот, это только начало выхода из иллюзии. Пребывание в настоящем моменте. Здесь и сейчас. Вот. Ну, я так, для многих жизней вообще это хотя бы вот это осознать. Вот сейчас это просто необходимость уже базовую настройку такую иметь. Вот. И особенно в этот период вот этого перехода, то, что, как говорят, из 3D в 5D, иметь эту базовую настройку. И, кстати, она полностью соответствует возрастной психологии, потому что взрослая психика, вот это еще один критерий взрослой психики, присутствует в настоящем. То есть взрослая психика в настоящем моменте, вот проявлена в настоящем моменте. Вот. Поэтому здесь и сейчас. Вот. Ну, и тут, тут мы в ретрите добавляем очень много садвайты. Вот. Это недвойственность, недвойственное восприятие. Вот. И, ну, в адвайте ясно видно вот в этом недвойственном восприятии, что дуальности нет. Вот. Есть только этот момент. Вот. Есть только этот момент, который и начинается, и не заканчивается. Он всегда здесь и сейчас. Вот. И следующий момент, это этот момент. То есть это все время этот момент. Он не заканчивается. Мы из него выйти не можем, и мы из него никогда не выходили. Вот. Это была иллюзия. Кто-то первый раз это слышит? Есть тут? Поборщите рукой. Не первый раз. Ну, хорошо. Вот. Ну, можно просто сейчас, чтобы уловить, чтобы это было, не было теории, уловить. Ну, кто, кто знает уже, возьмите, я и наблюдатель, соедините. Вот, кто не знает, просто наведите резкость в настоящем моменте. Наведите резкость в своем восприятии, в своем, вот, зрительное буквально, там, где вы есть. И направьте внимание на дыхание. Одновременно наблюдайте за дыханием. Вот, дыхание происходит только в настоящем моменте. Вот. И вот, вы можете вот раз и уловить. Есть такая в песне слова, в одной песне, вечное сияние настоящего момента. В иллюзии этого сияния нет. там все отражение. Такое, только тени. Ну, там вот он момент, вот он живой момент, этот сейчас, вот он момент, вот он жизнь, где жизнь? И где жизнь? Там, где дыхание. Вы всегда по дыханию можете вспомнить, ага, вот он. Так вот, ну, сейчас я так долго не буду на этом задерживаться, но я так еще напомню вам, прям, держитесь в настоящем моменте, можете в дыхании, на дыхании? Можете что-то про этот момент сказать? Нет. А что бы вы ни подумали или не сказали, это про прошлый момент. Можете представить этот момент? Нет. Что бы вы ни представили, это про прошедший момент. То есть думать, представлять здесь медленно. Соответственно, скорость восприятия ваша на порядок быстрее, когда вы воспринимаете настоящий момент. То есть ваш интеллект работает на порядок эффективнее, на порядок быстрее. Это как калькулятор и суперновый какой-то, скажем так, MacBook или какой-то компьютер. Но еще не квантовый. Квантовый – это дальше, следующее уже измерение. Это уже будки. Это мы сейчас, вот этот момент, это просто четвертое измерение. Вот восприятие настоящее, вот там, где действительность. А следующее, я вот это уже как квантовый компьютер воспринимаю. Это еще более масштабное восприятие. Хорошо, здесь и сейчас. Местоположение во времени и пространстве. Все согласны, что во времени и пространстве здесь и сейчас. Да? Хорошо. Теперь, это только во времени и пространстве. А теперь в системах. И системы, ну, куда ни посмотрите, это все системы. Семья – ваша система. Здесь можно немножко остановиться на здесь и сейчас? Давай, давай. Тут, когда сейчас мы обсуждаем эту тему, про проходить сквозь системы, наблюдая просто твое внимание, оно в будущем находится, когда ты куда-то готовишься проходить? Оно в прошлом находится, когда у тебя там, как будто бы был негативный опыт? Или здесь и сейчас? И здесь для тебя ответ, когда ты определяешь для себя точку координат. Ты находишься в воспоминаниях своего прошлого опыта? Или чьих-то историй, рассказанных тебе? Или новостей, показанных? Ты находишься в тревожности за будущее, которое еще не произошло, и ты не знаешь, каким оно будет, но ты себе его рисуешь, представляешь и готовишься к тому, что вот там, ну, вот у тебя здесь происходит? Или ты действительно находишься здесь и сейчас? И из ясности сейчас смотришь, что у меня сейчас есть? Где я нахожусь? Что передо мной? Какая сейчас передо мной задача? Вот это определение своего местоположения. И это здесь и сейчас. Ну да, вот это классное дополнение благодарю, потому что у меня действительно там сейчас многие могут думать, а как там через границу проехать, или через то, или через сё? Вот, но это уже в представлении, это граница уже в представлении. Вот, и мы, и мы эту границу пытаемся пройти в своем представлении. Она там не проходится. Понимаете? Это как Дэвид Айк. Очень прикольный там у него ролик есть, я, может, тоже выложу его на канале у нас с фольным духом. Он говорит, для того, чтобы выйти из ловушки, необходимо осознать, что ее нет. Но сначала необходимо осознать ловушку. Вот, это я добавляю. То есть осознать ловушку ума. То есть саму иллюзию. Признать иллюзию, осознать. Да. Окей. Вот, и дальше уже силой разума и осознание, осознать, что ее нет. И тогда это даст этот проход и выход. Ну, двигаемся дальше. То есть это, скажем так, эта сегодняшняя тема, она, ну, не трехмерная, не на уровне там, типа, давайте закон такой-то откроем. Вот. И скажем там, что вот я согласна такого закона и пройду. Вот, нет. Чуть больше. Я потом еще больше еще дам пазлов, которые, ну, это только вот это. Сейчас саму вот эту тему раскрываем, как проходить сквозь стены в системе, именно как систему воспринимать, как увидеть, что вот он, что внутри этой многомерной системы есть куча ходов, которые, которые неочевидны. Вот. И законами не прописаны. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Местоположение определили. Теперь в системах. Семья-система. Система. Там род-система. Система. Хорошо. Государство-система. Система. Там организация, в которой вы реализовываетесь, если есть такая вот. Или система. Система. Вот. Ну, в общем, в государстве внутри, внутри его там разные органы системы. Система-система. Вот. То есть все системы. Теперь по поводу своего местоположения. То есть для того, чтобы навигатор, вот эту метафору, возвращаясь к этой метафоре с навигацией по матрице многомерной, то есть это мы только определили свое местоположение. Его необходимо непрерывно осознавать. Это не то, что я там сейчас определил, ну вот, а через какое-то время опять из детской травмы продолжаю что-то пытаться сделать или из какой-то мечты нереализованной в будущем или еще чего-то. Нет, это здесь сейчас. Это местоположение во времени и пространстве. Теперь местоположение в системе. И для того, чтобы местоположение в системе осознать, необходимо определить точно, необходимо сначала свойства системы. вот, увидеть. Так, Ира, а у тебя есть где-то под рукой? Потому что я сейчас по этим, могу не по порядку пойти, но... Сейчас быстро будет под рукой. Ты хочешь, чтобы я озвучил? Да-да-да, можешь, да, потому что у меня на телефон, на телефон сейчас снимает. Угу. Так я пока вычитаю. готово. Ага. Есть, озвучишь? да. С первой. Каждая система входит в более крупную. Это то, что уже прозвучало, что есть клетка, клетка сама по себе, это целая система. И когда там на уроке в биологии все в первый раз смотрели в лупу, как это называется, телескоп, как лабораторный, вот, на стеклышке и рассматривали листочек и смотрели, сколько там клеточек, и каждая клеточка это целая система, как созвездие. То есть сама по себе она уже совершенна, и в ней уже все есть. И мы все изучали ее состав, из чего она состоит, что там присутствует. И... А при этом каждая клетка, она входит в организм, она входит в какой-то орган, ну, в какой-то там тело органа, кожи. Это тоже входит в свою систему, организма, тело человека, тело животного или это тело растения. Каждая система входит в более крупную. И здесь... Здесь мы формируем навык, когда осознаем, что каждая система входит в более крупную. Это умение видеть, что все куда-то принадлежит. Подлежит. Случайно. Тут писали в комментариях про гармоничные и деструктивные системы. Это уже тоже самообман, что есть что-то гармоничное, что-то деструктивное. То есть в твоем организме все органичное? И толстая кишка тоже? Или мы ее удалим, потому что с ней не очень приятно взаимодействовать? Мы будем только с тем, с чем приятно взаимодействовать, оставлять и использовать. А то, что нам деструктивное, будем удалять совсем деструктивным на этой планете. Тут органично, тут имеется в виду, естественно, тут, наверное, в этом смысле имеется в виду. Но в этом смысле толстая и тонкая и все остальные органы, они как бы органичны, понятно. Тут я сейчас это добавлю таким образом. Ну, в принципе, я вижу, что есть разные паразитарные системы, которые тоже они куда-то принадлежат. То есть они являются частью целой. И наше негативное отношение к этому не, скажем так, ничего не меняет особо. Через негативные отношения мы от этого не можем освободиться, потому что куда внимание, туда энергия. Если у нас есть негативные отношения к чему-то, то наше внимание этим негативным отношениям захватывается и направляется все равно вот на то, что мы не хотим. Вот. И на разные паразитарные, в том числе, формы проявления, программы там в нашем сознании. Вот. Поэтому, ну, это как часть квеста. Я вот так вот воспринимаю. Там есть такое, скажем, видение, что вот живое, вот оно вот как бы свою жизнь, скажем, от источника питается жизнью. А паразитарное не имеет своего источника, он питается как бы другими, паразитируя на других формах, которые имеет этот источник. Но это тоже форма такая, как форма сознания, форма, ну, как можно сказать, жизни, наверное, или форма существования такая. Вот. То есть в этом смысле, ну, все куда-то еще принадлежит. Это, вот это, скажем, свойство, вот оно очень крутое. Я когда-то, когда там, ну, думал, так, а зачем хорошо? там, например, организованная преступность. Нужна она или не нужна? Вот. Но это система или не система? Система. Она куда-то еще принадлежит. То есть, меньшая система входит в большую систему. Вот. Там мы сейчас дальше свойства следующие пойдем. Еще и станет понятно, что, что у всех систем есть цель. То есть, есть задача. Если нету задачи, нету системы. Соответственно, раз система куда-то еще больше принадлежит, и у нее есть цель, значит, у нее есть какое-то предназначение тоже, в том числе, в этой матрице и для нас. Вот. И, и так мы можем принять и государственную систему, какая бы там она, скажем так, не нравилась или не нравилась, она еще куда-то принадлежит. Государственные органы все, которые там, ну, могут уже совсем восприниматься паразитарными там некоторыми. Вот. но пока есть цель, система есть, она куда-то, и это все принадлежит еще куда-то. То есть, это дает возможность выйти из туннельного восприятия и увидеть многомерность. Я когда вот это, когда я, свойство систем у меня разложилось, вот просто как, как, скажем так, встроилось, как способ восприятия. Вот. Я увидел, что я до этого, например, род свой плоско воспринимал. У меня они были как на фотографии все. Ну, знаете, как на фотографии все там выстроились. Бабушка, дедушка, папа, мама там, детки, внучки. И они все как наравне, вот так плоско. А когда многомерно увидел, так нет, ну, это же вообще структура многомерная во времени даже, скажем так, развивается и раскрывается во времени даже. То есть, это вообще многомерно. Я даже не представил толком. Вот. Поэтому вот это знание этих свойств и прогрузка их дает возможность узреть матрицу. Узреть, как устроена матрица. И взаимосвязи. Да, да, и взаимосвязи. И это по другому свою позицию уметь увидеть, ну, то есть, отступить на шаг назад, чтобы в перспективе увидеть еще шире то, что сейчас передо мной. Вот узко это удалить, это оставить. А шире посмотреть, что это может быть вообще одно и то же. Поэтому не получается это удалить, потому что это одно и то же. Например. Вот. В общем, навык, который тут формируется, это умение определить, что что-то, все куда-то принадлежит. Нету ничего случайного. Следующее свойство два. У каждого элемента в системе свое место. На примере организма. У сердца свое место. У печени свое место. Сердце не может вместо печени работать. Печень не может вместо сердца работать. Каждый выполняет свой функционал. У каждого свое место. В солнечной системе. Если планеты будут меняться местами, то атмосфера в каждой планете будет меняться. Потому что то, что сейчас мы имеем, это определено всей системой солнечной. Мы понимаем, что все на все влияет. Таблица умножения. Если там переставлять наугад цифры, то результаты тоже будут меняться. Это уже не будет то же самое. И навык, который тут мы раскрываем для себя во взрослой позиции, это умение определить свое место в системе. Вот сейчас я вижу систему рода. Я и мой род, моя семья, мои родители, мои дети, мой муж. Мое место какое? Я здесь как то. Вот сейчас в этой ситуации, здесь и сейчас. Не в воображении, не в прошлом. А здесь и сейчас. Я тут взаимодействую как то. Как дочь? Тогда я дочь для родителей, а не родитель для родителей. Тогда я родитель для своего ребенка, а не дочь для своего ребенка. Определить свое место. У каждого элемента свое место. И главное, не чье это место определить, а свое. Там не передо мной человек, не человек, а я вообще сейчас человек в этой системе. Следующее свойство — это каждая система стремится к балансу. Каждая система стремится к балансу. В ней всё уже совершенно. В организме, теле, в теле всё уже совершенно. И то, что мы называем болезнью, очень часто это способ тела привести к балансу то, что в теле было нарушено. Если вы углублялись в психосоматические причины, в причины возникновения той или иной болезни, это просто способ тела выполнять свою функцию. Просто вот в таком искривлённом виде, но по-другому оно не может. В некоторые функции, некоторые органы в теле человека не могут замещать другие. Например, когда одна почка отказала, вторая почка наберёт на себя эти функции. Изнашивается организм быстрее. Для одной почки это выше нагрузка, чем для двух. Но при этом человек может жить. Сердце мозг не может заменить. То есть не все органы так могут делать. Но если тело может адаптироваться, оно адаптируется. Система пытается это делать. И при этом, когда одна почка работает, тогда нагрузка идёт ещё и на кожу, и на все органы. Вот очистительная функция тогда преподает ещё и на другие органы. Это значит, что чувствуют это все в системе. Что это даёт, раскрывает? Навык, который раскрывает, что… Видеть причинно-следственные связи. Видеть причинно-следственные связи и видеть, где мы берём автоматически другие функции и почему. То есть если я сейчас выполняю не свои задачи, то почему это происходит? Увидеть причинно-следственные связи, что это результат того, что система стремится к балансу. Мы, этого не осознавая, просто съехали со своего места и своего предназначения реализовывать что-то вообще непонятно что другое. Ну или понятно что, но другое. Но из этого исходит ещё и другое, что если я осознала, что сейчас я съехала со своего места, например, в семье не было там папы, и старший брат, ну так часто бывает, да, берёт на себя часть функции как старшего в роду и замещает отца для младших. Но фактически он же сын, он не муж матери. И здесь для него важно в первую очередь осознать, что я остаюсь ребёнком. Я остаюсь старшим ребёнком, но ребёнком в этой системе. И если сейчас я взрослая, осознаю, что где-то я в роду сошла со своего места, то моя ответственность — себя на своё место вернуть. Из-за этого свойства каждая система стремится к балансу. Хорошая новость в том, что когда я занимаю своё место, всё в системе автоматически занимает своё место. Когда я становлюсь ребёнком для родителей, тогда родители автоматически становятся родителями. Когда я на работе перестаю выполнять не свои функции, тогда автоматически закрывается вакансия. Оказывается, так можно было. Но Ира же справлялась, зачем закрывать вакансию? Всех всё устраивает. А тут я очнулась, нет, извините, я выполняю только свой функционал. Бухгалтерию ведёт бухгалтер. И тогда появляется бухгалтер, потому что не может существовать организация без закрытия этих функций. Если директор не согласен это делать, тогда он закрывает вакансию. Тут понятно? И это хорошая новость, потому что когда я вижу это, я вижу причинно-следственные связи, моя ответственность поставить себя на место. Следующее свойство – все системы служат цели. То, о чём Максим уже говорил. И тут навык – это видеть, какая цель моих действий. Сейчас в этой системе цель моих действий идёт в реализацию цели системы. То есть если родовая система, там, родители. Когда я взаимодействую с детьми, какая у меня цель? Чтобы род продолжался. Моё действие сейчас по отношению к детям – это продолжение рода, это даёт процветание. Это укрепляет мой род, детей. Или всё-таки что-то… Вот я думаю, что да, там, я настаиваю на образовании, например. А что-то они несчастливы и вянут от этого. Тогда цель моих действий, она соответствует цели системы или нет? Может быть, ещё, Максим, у тебя будут какие-то примеры здесь. И последнее свойство, пятое. Это у каждого элемента в системе свой функционал. И пример, как я могу сойти со своего места – это когда я выполняю не свой функционал. У организации, у всех есть должностные инструкции. Ну, это там, у зрелой организации, у всех есть должностные инструкции, которые актуальны, а не формальны. У Солнечной системы свой процесс круговорота. То есть каждая планета всё равно выполняет свою роль. Там ещё сегодня обсуждали ранее, там с рациональными и нерациональными числами это происходит. Ну, тут ещё можно на примере тела очень хорошо, это ясно, что у каждого органа, у каждого элемента свой функционал. Да. Ну, то есть он для чего-то предназначен. Каждый элемент в теле предназначен для чего-то. И навык – это понимать, какой сейчас функционал я выполняю. Вот я, например, когда осуждаю действия какой-то службы, там, полиции, я какой функционал выполняю, когда осуждаю кого-то? Это моя ответственность, как судить? Или не моя ответственность судить? Вот. Или даю советы родителям? Как ребёнок. Да, ребёнок. Это его функционал дается давать советы родителям? Заботиться о родителе. Это функционал ребёнка? Скажем, сейчас ещё давайте тут в отношении мужчины и женщины тоже. Заботиться о мужчине. Или о женщине. Это функционал? Партнёра. Партнёров, которые взрослые, самодостаточные, самостоятельные, независимые оба. Гладить, термить, возить, делать покупки. Понимаете? То есть тогда это опять туда детская или подростковая психика, которая в детстве это не получила от папы или от мамы. Вот эти потребности не закрыла. И теперь перекладывается эта проекция на партнёра. На мужчину, на женщину. Ну и там не будет гармоничных отношений, потому что это не со своём места. Признак того, что вы на своём месте, это что у вас всего в достатке, в изобилии. В плане здоровья, энергии, финансов и отношений. То есть связи, с кем там вам необходимо. Предложение возможностей. То есть всё, что нужно, всё, что для реализации есть, ну мне нужно, оно есть. И это в разной форме приходит. Там не обязательно деньги. Да, и деньги тоже, но не обязательно деньги. То есть готовые решения могут уже приходить. Вот, просто бери. На своём месте в системе. На своём месте в системе, понимаете. Это как вот, ну как солнце на своём месте находится. На своём месте всё есть там для того, чтобы светить. Вот дерево на своём месте выросло. Вот, то есть всё есть для того, чтобы ему расти. И тут еще один из результатов этого осознавания, понимаете, это в тонком, то есть вроде бы, вот я здесь и сейчас, но это, скажем так, разгипнотизировать и раскладывать свой интеллект, чтобы эти системы все, я в этих системах встал на свое место. И тогда я в них ориентируюсь легко и на своем месте в системах, в системе у вас есть все ответы на ваши вопросы. Вот еще признак, что вы не теряетесь, скажем так, в неясности, а в ясности находимся. Хорошо, тут вопрос еще, возможно ли совершенный баланс в игре, в которой любая система смертна, самая здоровая и сбалансированная? Во-первых, совершенный баланс сам по себе совершенный. И там одно из вот этих свойств было, система стремится к балансу, не находится в балансе, а стремится к балансу. Это тоже вот такая как бы подсказка, вот что так как все системы входят в более крупную систему, то все системы влияют на все системы. То есть большая система влияет на меньшую систему и она в живом таком движении находится. И вот это свойство стремиться к балансу выравнивает все системы. То есть постоянно система как вот она в таком живом, скажем так, взаимодействии, в живом движении находится. Вот поэтому вот это вот можно прямо увидеть, что система стремится к балансу. То есть она постоянно находится в движении. Значит, самое здоровое и сбалансированное тело рано или поздно умрет. Но тут есть разные способы умереть, кстати. Так они там из разных духовных практик приходят, там разная информация о том, как вообще, какие варианты умереть. Вот, ну давайте про вариант умереть я вам сейчас расскажу. По поводу стопроцентной ответственности. Это такой рассказ про Мальфара, там сколько там, 80-90 лет ему было. Вот, и он пришел к моменту, когда собрался уходить. Позвал своих друзей, родственников. Вот, за большой стол усадил. Ужин, праздник, уход. Вот, позвал уста, поднял старшего сына. Говорит, ну я тебе помог вырасти, ребенка воспитать, там, сына, детей твоих воспитать, дом построить, на ноги встать. У тебя ко мне обиды, вопросы, претензии есть? Нету. Хорошо, садись, сынок. Вот, так, других детей с ними пообщался. Нету вопросов, претензий. С другими своими гостями, друзьями, там, преемниками пообщался. Никого нету, никаких ко мне претензий. Ну все, продолжайте праздновать, я пошел. Вот, позвал с собой преемника. Вот, что-то там ему передал. И ушел. Как вам такой уход? Понимаете? То есть, уходу-ходу рознь. Одно дело в ответственности, стопроцентной, а другое дело жертвой пасть. Понимаете? Жертвой того, что вот... Ну и там есть такая, у академика Павлова есть. Ну, Ира, я не слышал, но Ира, моя жена, вот, я говорила, там, несколько людей таких известных, они такие высказывания были, что академик Павлова, это который собака Павлова, вот, я говорил, что смерть до 120 лет необходимо считать насильственной. То есть, квест не прошел. Вот, то есть, система все-таки завалила. Знаете, как в игре играешь, а не прошел, фу, на выход. Вот, а кто-то тоже еще, тоже, ну, известный, я говорил, что смерть до 140 лет необходимо считать самоубийством. То есть, вот так вот, то есть, это на выход, неосознанно, без своей воли, просто отождествляясь вот с этим, на этом древе познания добра и зла с рабом, вот, потому что тут это рабская система, древе познания добра и зла, это рабская система. Вот, отождествляясь с рабом, ну, вот, просто жертвой уходит. И это, и это жертва, то, что тут умрет, как быть, недовольственности при наличии смерти. Смерть, это расшифровывается, как смена мерности. Вот, и тальтейки, там, ну, многие в духовных практиках, и на восточных тоже, ее используют как практику. Вот, то есть, постоянно находится в этой смерти. А умереть может только неживое. Живое не умирает. Вот это вот еще, ну, подсказка. Вот прям, это вот дает возможность тоже пройти туда, за вот эту завесу. Пока хотя бы через осознание, а дальше себя к осознанию, что, вот, что, это мой друг Зарей, как-то на, на это, на Пасху, вот, вместо Христос воскрес, говорит, началось с таких слов. Воскреснуть может только живое. Понимаете, в чем суть? Вот, вот этот дух живое, только он может воскреснуть. А умереть может только неживое, соответственно, мертвое. И смерть тогда, прямо как союзник, как инструмент для того, чтобы все время отпускать неживое, все время отдавать ей неживое, неживое, неживое. Живое остается. Вот, и так и восточные, восточных так многих практиках, ну, вот, сегодня только разговаривал, что, вот, уходят прямо с телом света, уходят, то есть в осознании полном, отделяют от всего иллюзии, от неживого. Так что смерть принять и использовать ее, прямо как инструмент, как, как, как этот, ну, как инструмент, как союзник, да. Так, хорошо. Смерть – это смена мерности. Это, ну, это тут не про выбор, тут это про саму суть, что это такое. Изменение верности, мерности. Хорошо, значит, вот сейчас мы узнали с вами про свойства систем. Вот, то есть мы можем сейчас увидеть матрицу. И тут очень классно вот эту матрицу на примере естественной, вот как тут системы говорили, про естественные или какие-то там деструктивные системы. Вот, естественно, например, давайте возьмем систему, которая, ну, вы скажите, она естественная или неестественная? Например, рот. Рот. Родовая система естественная, в которой вы родились. Родовое дерево, вот как еще называют. Вот, это же есть, в принципе, древо жизни. Вот, рот. Вот, естественно. А теперь смотрите, вот на примере рода очень классно пять властывостей. Вы записи посмотрите или приходите на ретрит. Там это мы вам дадим с конспектом. Ну, там на ретрите, у нас сейчас методолог работает, у вас там будет прям, это как обучающая будет программа, и мы вам прям конспекты всего дадим. Это то, что мы сейчас рассказываем, это одна половина одной десятой. Вот, потому что в ретрите можно получить. Хорошо, значит, возвращаюсь. На чем я там тормознулся? Осознать матрицу. А, род, род, род. Благодарю, благодарю. Хорошо, давайте теперь вот осознаем. Род. Например, ну, что род это тоже, это система. То есть, это матрица. То есть, это некая все равно матрица. Вот, ее можно так увидеть. Например, ну, на примере, ты и там твой папа или твоя мама. Ну, можете там, неважно, и тех, и других, или... Вот смотрите, вот эти души, которые воплотились на месте ваших родителей, они же только по отношению к вам на месте родителей. Ну, разве что для ваших братьев и сестер, если они есть. Так или нет? Вот это сейчас давайте, вот чтобы сейчас вот еще проглубиться в осознание, как матрица устроена. То есть, эти души, которые воплотились на месте папы и мамы, место папы и мамы, на месте папы... Я говорю к вам всем, и вы все понимаете, о чем речь. Но папа и мама у вас всех разные. Души, которые там реализовываются, ну, можно предположить, что тоже разные. Но папа и мамы, вы понимаете, и это системные места в роду. Есть? Зашло сейчас, понимаете, да? И эти души, которые на месте папы и мамы, вот для вас это папа и мама, вот или папа, или мама. Друг для друга это муж-жена, они в других совсем отношениях находятся по отношению друг к другу. Там для своих родителей, или они там дочь и сын. Для братьев и сестер – брат и сестра. Для друзей – это друзья. Вот, если это государственная, если полицейский, значит, он полицейский – это та же душа. Вот. Которая на разных системных... То есть, в системе в этой проявляется на разных системных местах. Понятно сейчас это? Повторить еще раз? Еще раз пройтись еще раз? То есть, души, с которыми вы контактируете, по сути, не являются вашими папами, мамами, вашими мужьями, детьми. Вот. Это только по отношению к вам в родовой системе. Все. И отношения у вас, у нас, у меня, вот, это неплохие хорошие отношения. Какие у тебя отношения там с твоим мужем? Отношения – это и есть отношения между местами в системе. Как это... И это соответствует того функционалу. Там мы говорили, что каждого элемента в системе свой функционал. Вот. И эти отношения – это отношения между этими функционалами. И, как бы, заложенные эти отношения, они всегда гармоничные, идеальные. Муж и жена. Ну, кто придумал вообще там ругаться? Понимаете? Это же искажение. То есть, муж и жена – это, ну, это два бога. Понимаете? Два бога в человеческих телах взрослых. Вот два бога, которые реализовываются вот на этих местах. Ну, вот. Папа, ну, папа, мама, там, сын, дочь. В родовой системе отношения гармоничные, идеальные. Так же вообще, ну, если взять задумку саму, изначально гармоничные, вся система гармоничная, она так задумана, она естественная, хорошо. Ну, или вы считаете, что, смотрю, немного подвисает. Подвисает это из-за иллюзии. Потому что вы смотрите там отношения, и вы видите, что там, да не, ну, вообще происходит непонятно что в этих системах и отношениях. Берем просто отношения между системами. Мужчина-женщина. Просто берем сами отношения. Мужчина-женщина в этой системе родовой. Они гармонично задуманы? Чтобы вообще эта система существовала гармонично? Они идеальные. Они идеальные. Понимаете, это не просто типа идеализация. Все на своих местах. Каждый выполняет свой функционал. Никто там не сходит на свое место, на папу, дочку, сына, от брата, там, учителя, психолога друг от друга. Вот. Два совершенных, цельных существа, которые взаимодействуют как два целых, как два божества. С родителями. Ну, естественно, родители любят своих детей. Воспитывают в любви. Наказание. Вот если изначально брать не по древу познания добра и зла, а по древу жизни. Наказание. Это не наказать раба. Потому что я когда-то так шел, что такое наказание? Наказание. Типа, ну кого вообще наказывают? Ну, рабов наказывают. А если взять по сути, такое по исконно славянской, то это на-каз. Как-каз это как-аз. Аз есть Бог, сотворяющий на земле. Только како-аз, как-аз. То есть направление быть как-аз. То есть наказание там отца или матери. Вот это не, не знаю, не бить эту жертву. А это с любовью направление дать. Даже если это в угол на гречку, то это с любовью. Потому что тут на коленях, тут как раз точки, которые с гордыней связаны. Вот если на колене, на гречку, то чтобы ад этот проявился, необходимо гордыню, то смирить. И когда родители там с любовью действительно отправляют туда, чтобы там чадо, вот, азом росло, то это не наказание раба. Понимаете? А это вот воспитание. Кстати, есть один из целителей, который прямо рекомендует по пять минут в день ходить на коленях. Вот что это для позвоночника, просто это для позвоночника очень целебная. Так что вот, то есть в системе между всеми элементами отношения ты в родовой, в общине. Ну давайте, ладно, я так смотрю немного подвисания. Хорошо, давайте другой пример. у печени, почек, кишечника, желудка и всего остальных органов внутри задумано изначально гармоничное отношение. Так понятно? Ну то есть изначально, это же гармоничное отношение, это все, то есть это это совершенный организм. Точно так же и род. Род в славянстве, это вообще Бог. То есть это вообще Бог. Я когда, вот это в принципе, это можно как община тоже воспринимать. Я когда через общину начал воспринимать, я вот с этим божеством столкнулся. Вот что это разумность. что род и община это сама по себе разумность. Только это вот, она состоит из всех, это из всех элементов рода, когда мы принимаем их все на своем месте. Вот. Соответственно, возвращаюсь к тому, чтобы, как узреть эту систему. Что души, которые проходят опыт на каждом этом месте, вот это не само место. Есть? Вот. И мы в родовой системе проходим опыт и место проживаем. По отношению к своим родителям сын, дочь. По отношению там к мужу, жены, муж, жена. По отношению к детям, папа, мамы. По отношению к бабушке, дедушке, внучка, внук. Вот. Правнук, правнучка. Там. По отношению к правнукам, значит, прабабушка, прадедушка. Кому-то брат, сестра. Это все я. Я. Но я не являюсь этими местами. Заходит? Это я. Но я не являюсь этими местами. Кому-то брат, сестра. Кому-то племянник. Кому-то дядя, тетя. это все я. Вот. Но я не являюсь самым местом. То есть, вот и когда, скажем так, почему вот эти, ну, скажем так, отношения, можно так сказать, испорченные получились. Вот. Ну, государственную систему я, в принципе, воспринимаю, как некую форму, ну, паразитарного, паразитарную форму некую государственную систему. А естественную форму община. Род и община. Вот община, это как вот человеческий организм, вот он единый, все на своих местах, так и в общине. Это не то, что кто-то кого-то кем-то назначил. Вот. Это тот, кто просто, ну, в общине на своем месте провелся. Кто-то, там, лекарь, кто-то, кузнец, ну, я так сейчас, там, кто-то, хорошо, ладно, кто-то, там, в современной общине, что может быть, не знаю, искусственный интеллект программирует. Вот. Кто-то старейшина, вот, который мудрец, который расширен уже в таком, и он знает, вот, как это все устроено, и целостность может удерживать, и, вот, то есть, в общине каждый элемент на своем месте естественным образом. Все, и там, там вот то, что я вот начинал, права, воля, вот, они естественным образом, скажем, не ограничены, не ограничены. Вот, и каждый, каждый в общине на своем месте знает свои истинные права, что я имею право на все, что они нарушают волю и права другого. Вот так. Вот в трехмерности, когда мы в недостаточности, нам кажется, что нам постоянно чего-то не хватает или что-то мешает, это трудно представить, типа, как это, моя воля или мои какие-то права может не нарушать волю и права другого. А в многомерности, вот, очень легко. И мы, когда перед ретритом намерение озвучиваем, это каждый раз это показываем. Там 60 человек, 100 человек, если там онлайн, озвучивает свои намерения. И ни одно намерение не противоречит другому. Значит, это одно. Значит, все эти намерения ведут нас к одному, к процветанию, к просветлению. Понятный сейчас пример? Ну, то есть, не надо у кого-то что-то забрать или кого-то там подвинуть или толкнуть или что-то еще отобрать для того, чтобы процветать. Я на своем месте. У меня всего достаточно, все есть. На моем месте все есть. И у всех все есть на своем месте. Вот в этом, на древе жизни. Не на древе познания добра и зла, а на древе жизни. Так вот, вот это то, что мы там в детстве проживали опыт конфликтов там с родителями. Может, кого-то там бросили, кого-то выгнали, кого-то, может, насиловали. И еще. Ну, для даже вот таких крайностей. Вот. Это было не в естественном этом, скажем, в этой системе. Это было в иллюзии. И оно так, пока мы еще отождественны со своей личностью и с историей, вот нам может казаться, что, типа, да ну нет, я же это проходил. Кто проходил? Дочь? Вот. Ну, я же не дочь. Это же просто место, которое я проживал в системе. Понятно сейчас? Или сын? Понятно сейчас пример? Это просто... И проживался это место, так как я с ним отождествлен был. По сценарию, вот, запрограммированным там. Вот просто приходилось мне проживать персонажа, который отождествляет с ним. Вот. И все там деструктивные, и стральдальческие, разные другие сценарии, которые там были. Но этого не было в действительности. Это было в иллюзии. Вот. И мы, когда в ретритах проводим, вот это просто удивительно. Ну, сейчас это открылось в последние годы прям ясно и явно. Вот когда мы в конце приходим в ретрите, ну, такое просветленное состояние к осознанности, ясности, восприятия. Сколько длится этот момент? Ну, все в моменте. Вот. Все в моменте. Я спрашиваю, сколько длится этот момент? Ну, вечно. А ты можешь потеряться в действительности? Нет, не могу. А ты терялся когда-либо в действительности? Ну, типа там в прошлом. Нет, не терялся. Все так отвечают. Я говорю, так а что это вообще было? Вот эти все конфликты там с родителями. И все отвечают, иллюзия. Представляете? То есть, насколько мы в иллюзии, насколько этот квест кажется правдоподобным и действительным, что подключены прямо через нервную систему. То есть, нервная система реагирует на все, и нам, ну, это воспринимается действительным. Вот. А из настоящего вот видится, что, блин, ну, это же все была иллюзия. И каждый сыграл свою роль. Вот. И если в иллюзии это роли, почему это роли? Потому что там сценарии. Вот. Персонажи эти в ролях этих играют по сценариям, запрограммированных там в родах. Вот. Знаете, что законы, ни один закон не распространяется на народ? Ну, там в Европе есть, там что-то, и в Франции был. Там они как-то сумели вмешаться в род, типа, налог на, на этот, на наслед... на наслед... на... как это называется? Наследствие. Ну, по наследству то, что передается, вот, даже по первой линии, то есть по основной линии, они там 20 или 30 процентов умудрились налога брать, вот, с детей, которые от родителей получают. И там родителям приходится копить деньги, чтобы вместе еще с домом передать еще там 20 или 30 процентов, чтобы там сын, дочь могли налог заплатить. Вот у нас этого нету. То есть, ну, народ не распространяется. То есть, система государственная, она не может в роду вмешаться, потому что род, это больше. То есть, это живая система. Вот, и для общины. На общину тоже не распространяются законы. Вот. То есть, это что? Это по свойствам систем, что государство не может туда, то есть, капризитарная форма не может в эту живую форму проникнуть. Вот. Но она может ее привести в иллюзию. Вот. Каким образом? Внедряя негативные программы. Вот. Когда там отцы с детьми ругаются, там, насилуют друг друга, не знаю, там, мужчины с женами, вот, все перессорятся, вот, вот и роды, и община уже, как бы, рабов получается. Потому что в Древнем Риме там такие показатели были. Раб – это тот, кто… Это полная потеря дееспособности. И она определялась полным, скажем, отрывом от рода и от земли. То есть, потеря контакта с родом и с землей. Понятно в этом восприятии вы люди. Потеря контакта с родом и с землей, что и ты в статусе раба. В государственной системе текущей это соответствует статусу физособы. Вот. Поэтому, когда у вас там документы на особу спрашивают, нас там спрашивают, это спрашивают, ты подтверждаешь, что ты раб? Вот. Даете? Даем? Подтверждаем. Где-то там чуть-чуть даем, чуть-чуть не даем, ну, так пока так. Чуть-чуть подтверждаем, чуть-чуть не подтверждаем. Но вот это уже, я это вижу там, сейчас по каналам вижу по многим. Вот. Очень много людей прозревают в этом, и они в осознании в этом, там из полиции, из ТЦК, из, ну, я не знаю, там в России, там сегодня попадалось видео в этом, в Молдавии, мужчина, ну, на блокпосте, там, где русские стоят, ну, понятно, там на наших каналах украинских, там не показывают, как тут в Украине, что происходит. Ну, то, что там в Молдавии, типа, показали. И там мужчина говорит, да что вы тут вообще стоите, вы что, вообще, что вы тут проверяете? Ну, в буквальном смысле, идите отсюда, так вот, понимаете, то есть вот, то есть когда уже человек осознает себя на своем месте, что он на земле, в роду, вообще не находится, вот такая сила обретается, вот это не без негативного отношения к, ну, может там был какой-то негатив, но, в принципе, это не негативное, это может быть как наказание, то есть наказ, то есть отправить, то есть проснись, проснись, ты че? Вот, ты же вот, из какого рода ты? Вот, проснись, ты не просто вашу форму одел и забыл от того, из какого рода ты пришел. Вспомнишь, ты человек, вот, у тебя есть папа, мама, бабушка, дедушка, ты в этом же человеческом роде в нашей общине находишься, проснись. Вот, хорошо, значит, то есть, еще раз возвращаюсь, сейчас, почему мы эту тему в конце даем? Потому что мы вначале, очень сильная у нас проработка в ретрите идет, работать с этими детскими травмами и с, ну, с детскими травмами, с обидами, с чувством вины, ну, в общем, вот это все иллюзии. То есть, даются инструменты, как очень круто, быстро, вот, достаточно эффективно выгружать это все из своего сознания, то есть, эту иллюзию, потому что, пока она там есть, вот понимаете, то есть, мы воспринимаем через эту проекцию, то есть, нам ее не разглядеть, так вот, если, вот это там, ну, действительно были какие-то психические, психологические, моральные травмы, насилие, вот, да, там, там, где вы себе что-то нашифровали, вот, то есть, это уже, ну, это просто часть этого кино, которое по сценарию, если просто продолжать дальше в этом кино жить, так же этот сценарий будет дальше продолжаться, нету, ни in there другой варианта. Выход из этого сценария только здесь и сейчас, здесь и сейчас, вот, хорошо, понятно, здесь и сейчас, вот, но когда вы сталкиваетесь, там, например, с мужем, женой, с родителями, шестереночки техпрграмм, когда начинают работать, опа, раз вдруг, куда-то не здесь и сейчас, понесло, перепроживать те старые, скажем так, более паттерные проекции и накладывать на своего мужа, на жену. Это просто гениально, конечно, как это устроено. Соответственно, необходимо это выгружать, очищать свой компьютер от этой иллюзии. Так, чтобы здесь сейчас было, это не требовало усилий. Быть здесь сейчас. Не должно требовать усилий, потому что здесь сейчас, это то, что есть. Какие тут усилия? А пока мы в иллюзии, то есть нам как будто себя необходимо из иллюзии все время вытаскивать здесь сейчас. Но метод, который мы даем в ретрите, в обучающем этом ретрите, не как в этом здесь сейчас себя все время удерживать, концентрации, воли и внимания, а как отпускать иллюзию для того, чтобы присутствовать здесь сейчас, становиться просто естественным. Что я просто обнаруживаю здесь сейчас, потому что у меня нет ничего другого, там, что меня фонит, там, из прошлого. Понятно сейчас вот это? Хорошо. Значит, есть. Теперь род, разобрались. Что мы тут разобрались? Разобрались, что в роду вообще отношения идеальные. И безусловная любовь. Между папой и мамой безусловная любовь. Это же естественно. Между сыном, там, и матерью, и отцом безусловная любовь. Это же естественно. Между братом и сестрой, братьями, дядями, тетями, племянниками, бабушками, дедушками, там, внучками, правнучками, всеми остальными. Безусловная любовь в роду. Это же естественно. Но все остальное, значит, иллюзия. Вот это необходимо выразить. Потому что, ну, я это вижу, так, сейчас не буду сильно вдаваться, там, в ретрите больше расскажу. Я это вижу, как все, ну, как некая, ну, что такое наша земля для, там, для этой вселенной? Это же, ну, вообще, меньше песчинки. Вот. Это мы тут так воспринимаем. Там земля большая, я тут маленький. Вот. И мы тут еще с чувством собственной важности. И что я такой тут вообще во всем их разбираюсь. Вот. Но я вижу, что, то есть, информационно воздействовать на все коллективное поле человечества, ну, не так уж, это небольшая такая задача. Вот если там средние века роды не просто, там, поругались папа с мамой, и там, и все такое, они просто убивать друг друга начали. Междуусобные войны. Не просто, там, где-то там в нашей территории, в Европе, в Японии. Это вообще, ну, то есть, на разных континентах. Просто все начали, междоусобицы были по всему миру. В Японии 200 лет делись междоусобицы. Ну, понимаете же, как вот это внедрить надо было программы «Разделяй властвуй», вот, чтобы родственники, буквально родичи в одном роду, в одной общине, начали воевать и убивать друг друга. Заходит сейчас понятный этот пример, да, Фра? Вот. То есть, то есть эти программы, ну, можно сказать, что они были внедрены. И они внедрены как? Именно негативные программы. Чтобы я начал в другом видеть какой-то негатив, видеть в нем врага, иначе, и я не осознавая этого, просто начинаю с ним ссориться и проигрываю эти сценарии. Так вот эти сценарии все необходимо убрать. Вот это когда мы осознаем себя на своем месте в родовых системах, в родовой системе. По отношению к жене я муж, по отношению к детям я отец, к своим родителям я сын, к брату брат, к сестре брат. Вот. Своё место. И вот это место, я же назвал там муж, сын, отец. Вот. И вот это место, я его воспринимаю как архетипичное место. Это не роль, сценарием каким-то, которое там прописано. Это архетипичное место, в которое входят все возможные варианты проживания этого архетипа. Я это на примере с отцом уловил. Вот. У меня, когда старше, ему сейчас сколько, 19, наверное, по-моему. Когда он только родился, я не чувствовал, что я отец. Я это прямо себе давал отчёт. У меня это даже немного, скажем, в какой-то степени радовало, что я не закрепощён. Я так это воспринимал, что не закрепощён какими-то представлениями в отцовстве. И я там, ну, по-разному проявлялся где-то как друг, но так пытался отца, но не чувствовал. Потом, когда Добрыня родился, ему сейчас 6, то уже сколько времени прошло, я удивился, что я тоже не чувствую себя отцом. Вот это меня уже немного удивило. Я такой думаю, интересно. Потом, когда Любава, я сейчас 2, я такой, тоже не особо чувствую себя отцом. Я туда вот начал с архетипами с этими разбираться, я начал видеть на трёх уже детях своих. Вот старшему там было там 17 или сколько, 18, младшему 5, Любавушке годик. Вот я видел, как начал учиться, как проявляется мой архетип отцовский по отношению с этими детьми, что к старшему, он уже взрослый, ну там уже сепарация у него такая, скажем, у меня взаимодействие с ним, но я как отец проявляюсь. И это по-другому, как я проявляюсь к Добрыне, которому 5 лет. И это по-другому проявляется, как я проявляюсь к Любаве, которой один год. Но это всё я отец. Вот я вот по этой, как вот начал улавливать, что такое вообще отец. Вот и для меня открылась целая вселенная, отец. Что это архетип, это вообще целая вселенная, в которой в матрице, в системе она есть, она дана мне в пользование, но никто в неё не может вмешаться. Потому что я в ней, ну как, я её проживаю. То есть она, это я в ней царь, можно так сказать. Я царь в этой системе, я отец. Вы видите, царь в смысле ц, кстати, знаете, как царь расшифровывается, кто первый раз могу слушать. Ц это по букви ц целостность, а арь это хранитель. То есть царь, царь это хранитель целостности, в прямом смысле. Это не узорбатор, как император там, или кто-то ещё. Это просто, когда вы осознаете, и системы позволяют эту целостность осознавать, что всё на своих местах, как это всё устроено, все паразитарные, не паразитарные формы жизни, все любые формы жизни, все на своих местах. Не с чем там бороться, и всё. И вы, как хранитель, можете в этом центре оставаться. Поэтому я когда увидел, как отцовская, это мой архетип, вообще проявляется, вот для меня это стало суперинтересно. Что я могу вообще, я из-за того, что у меня не было сценарий, как быть отцом, я могу свободно экспериментировать и проявляться. О, и так можно, и так можно. Добрыня меня иногда там, раз там спровоцируют, было такое, спровоцируют, я такой, вот так я ещё не проявлялся, надо строгость проявить. А мне это как бы было не присуще. Вот. Этому архетипу сейчас необходимо достать, скажем, вот этот инструмент из своего, скажем так, ну как я вот этот архетип, метафорично, знаете, как представляю, как у Тони Старка, Железного Человека, вот этот костюмчик. Ну так, если метафору взять. То есть раз захожу в неё, и тут у меня куча настроек. Отец, и там как искусственный интеллект, что какие задачи. Вот он реализовывается, вот по отношению к ребёнку. И потом я увидел этот архетип мужа вообще. Это тоже супер архетип. Вот это не папа, это не сын по отношению к женщине. Это мужчина. Всё, и там куча разных возможностей. Вот. И в том числе близости. Вот. И сексуальные близости, и духовные близости, и сотворчество совместное. То есть, вот, то есть раскрылось, как вот этот архетип, он вообще для меня, это через отца у меня раскрылся, этот архетип мужа. Вот. Ну и, соответственно, так дальше другие архетипы. Вот я вам сейчас примерно чуть показал по родовой системе. Есть? Понятно? Ну и сын, дочь по отношению к родителям тоже. Мы в ретрите расскажем. Это там тоже этот архетип необходимо раскрыть, потому что это самая первая система. Мы в неё вошли вот сюда, через эту систему. Если она у нас искажена, вот, то всё остальное тоже плывёт. Ну, буквально. Начинает плыть, вот как картинка плывёт, и у нас как... Вот. А если мы определяем всё на своих местах, у нас, вот как навигатор, если местоназначение ясно, если местоположение определено, всё, он прорисовывает самый быстрый, короткий путь. Вот так же в этой системе интеллектуальной он прорисовывается буквально. Но это в многомерности, поэтому это не двухмерное как бы изображение, это прям простраивается. Вот и теперь возвращаться тогда, возвращаемся к... Ну, в родовой системе тут как бы сквозь стены проходить особо некуда. Вот, потому что там кто-то спросил, я как раз на этот момент оставлял этот вопрос, вот, а как понять, что я в семье со своими или не со своими, там... Ну, как, вот вы родили, там, допустим, на этом... На берёзке выросла веточка. Как она, на том дереве выросла или не на том? Чтобы понять вообще, на своём месте делись или нет. Вот есть такая как гипотеза, ну, такое как объяснение, что мы родились в том роду, у тех родителей, которые обладают теми генами, вот, и базой, ну, изначальной, вот этой, скажем, стартовой ситуации, которая вам максимально сейчас подходит, ну, подходила на момент рождения для вашей реализации. То есть, теми генами, с теми способностями, которые вот там вниз в роду. даже если, вот там есть такое, что типа разделяют земной род небесный род, вот, в принципе, тут можно на это тоже посмотреть таким образом, но необходимо всё равно признать, что в роду мы родились земной, вот здесь, и это моё место. Вот просто вот тут всё. Это не означает, что у вас должны быть какие-то супердуховные отношения там со всеми в роду. Необходимо всех в своём сознании расставить на свои места просто с всем принятием в любви, безусловно, вот, и это значит, что не пытаться никого менять. Вот, но только по отношению к детям. Может быть, функция воспитания, вот там может быть функция воспитания, а по отношению ко всем остальным вообще нету такой функции. Менять кого-то или воспитать. Хорошо, значит, следующее. То есть, тут проходить сквозь стены, но особо их тут нету. Это просто как древо. Всё, древо, и вот эта родовая система, вот это как, ну, можно сказать, это как Бог, то есть, это как сознание. То есть, наоборот, мы к нему подключаемся, и мы питаемся оттуда мудростью, питаемся оттуда энергией, силой. Вот, у нас есть там тоже соратник Римма Белоцерковская, она мне дошла там через два года только. Она отвердила мне всё время, сила даётся народ, сила даётся народ. Вот, я, ну, так как-то не понималось, пока вот, пока вот туда мы не углубились, не начали вот, и вот поездка на границу дала нам это ещё углубление. Вот, потому что мы поехали, не смогли проехать. Вот, и вернулись с осознанием того, что, что это задача коллективная, а не индивидуальная. Вот, что, граница находится внутри общины, внутри рода, а не снаружи. Вот, и необходимо роду объединиться, и тогда граница исчезнет. Вот, и тогда вот стало ясно, для нас мы когда вернулись, что необходимо объединять рода и как общину, то есть осознаваться в общине, тогда таким образом уйдёт граница. Ну, вот такое понимание. Хорошо, значит, Рова, привет. Хорошо, значит, теперь в системе в государстве. В государстве, ну, это, вот это я вижу, что это такая, как она в какой-то степени паразитарная, или обучающая система, или, ну, и то, и другое, третье, десятое, вот, тоже многомерная. Вот, и тут есть аккаунты тоже в системе, которые, в принципе, в законодательстве прописаны, есть некоторые прописанные, а есть некоторые непрописанные. Вот, из прописанных есть такие аккаунты, как вот я говорил, физособа, ещё есть гражданин, и есть ещё человек. Вот, и во всём законодательстве там прописано, вот, для каждого права и обязанности. Вот, физособа раб, и у него максимум, максимум обязанности и минимум прав. Вот гражданин, ну, сейчас приравнивается в Украине, это приравнивается к физособе практически, вот хотя это статус другой, вот, и там, ну, как изначально по римскому праву, там меньше обязанностей, больше прав, и статус человек, у которого нет обязанностей, есть все права, вот, и вот это тоже, как я там приводил с родом примеры, вот, а это, скажем так, с архетипами в этой матричности, системы государства, то есть, какого места мы проявляемся в этой системе, если с места физособы, ну, фактически, я так это, так, метафорично, что уже с наручниками за спиной, ну, или там, не знаю, ну, типа такого примерно, то есть, уже, уже повязаны, уже повязаны только из этой, но тут же, там, в декларации прав человека, комиссии прав человека, там есть статья, вот, на нее все ссылаются, на эти статьи все ссылаются, что каждый, 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 это значит каждый, все, дух, душа, там, имеет право на самоопределение, это 47-й год, еще 47-й год, представляете, до 47-го года этого, не было этого аккаунта, то есть, приходилось людям проявляться без ссылки на законы, просто, с духа просто проявляться, чтобы это проявить, Но потом мы-то уже в 47-м сделали вот эти законы. Вот каждый имеет право на самоопределение. Это значит, что каждый имеет право самоопределиться в любой момент, как он хочет. Особо гражданин, человек, царь, добродий, дух, душа, как угодно. Вот понятно, ну, я там не экспериментировал еще с дух-душа пока. Я думаю, что скоро уже дойдет тоже до этого. Но с человеком очень легко и в последнее время уже так. То есть, соответственно, когда вы осознаете, вот этот человек, это скажем так, это то, для кого земля дом. То есть, если для человека дом, то есть земля это дом для человека? Дом, дом для человека. А как вы дома себя чувствуете? Безопасности? Свободно? Хозяином? Ну, вот так вот. То есть, соответственно, вот в этот, вот такое восприятие необходимо выйти. То есть, выйти полностью из рабского мышления, из треугольника Карпмана, жертву убрать полностью. Это тоже, говорит, мы об этом прям не только говорим, мы прям это практикуем, делаем это. И ну, буквально, буквально, то есть, скользя вот по этим, скажем, архетипам внутри системы, вот мы легко из физособы можем раз в человека, вот и в человека, ну, особенно, если у вас там есть понимание, как там эти там законы какие-то там скрипты, у ну, а вот, а вот как я вижу, полицейские там и люди, которые в форме, вот, которые там пять лет или сколько учились, запоминали скрипты, как ограничивать право, как вот, как вот этот квест создавать, то есть, учились буквально, ну, вот. Ну, я вот, чем больше там сейчас взаимодействую с ними, я вижу это как, ну, в матрице мистер Смит. Мистер Смит, то есть, он запрограммирован определенным образом, то есть, там буквально, то есть, ему сказали, вот так-то, так-то, если так-то, то так-то и так-то, и каждый, вроде бы, душа пришла, вот в этой форме, вот, но он пока одел эту форму и пока в этом статусе, сам не осознает, он отождествился с этим полицейским или с ТЦК или с кем-то еще, вот, он только так вот может, все, у него нету ни в шаг, ни влево, ни вправо, вот, так, что они должны свободой человека и свободу перемещения обеспечивать, вот, и, ну, и теперь это как задача уже, скажем так, вот этой живой системы, общины, вот, научить и рассказать, что нет, это община, это народ, вот, и, что государство и все органы, они служат для того, чтобы эта конституция написана, то есть у них в этом, в этом законодательстве, в ихнем, вот там написано, что государство отвечает перед народом, вот, который человек, ну, то есть это и есть человек, который есть народом в результате, то есть все люди, вот, и, и полномочия, там, ограничивать права, вот, проверять что-то, там, у человека нету, у полицейских, там, ты хочешь включиться, да, Ром? Нет? Сейчас, ты подождешь пока? Подождешь? Хорошо. С Ромой еще хотим пообщаться, не знаю, там, можем тут, в принципе, в эфире, если нет, отдельно, вот, у Ромы был как раз недавно опыт путешествия по системе, такое, как 10 ретритов, как он сказал, в один момент, на такой интенсивности, короче говоря, вот, и мы, и мы вот в Небосе, мы это пропрактиковали прямо, но это я вам только про систему рассказывал, но там, прямо, необходимо этот аватар работать многомерно, то есть необходимо во взрослую позицию, то есть полностью убрать младенческие, детские, подростковые паттерны, то есть выйти полностью из выживания, состояния выживания, то есть даже не то, что выйти, осознать, что вы выжили уже, вы уже выжили, если вы в состоянии выживания, это иллюзия, вот выйти из детских страхов, агрессии, треугольника Карпена полностью, это все, это иллюзия, жертва, преследователь, спасатель, это встроенная в этой матрице иллюзия, она, она прям в нервной системе, я вот сейчас как наблюдаю, она прямо в нервной системе, эти программы сидят, ее необходимо из нервной системы удалить, удалять буквально, то есть вы понимаете, это как внедрение в этот, то есть в нервную систему человека, на уровне как нейронных связей, запрограммировано, там прямо, даже не с детства, там просто через роды, через род, то есть полностью уже треугольник Карпена необходимо убрать, вот эти детские паттерны, реагировать эмоционально, негативными реакциями, это тоже удалить, но это даже в какой-то степени может быть и попроще, тут треугольник Карпена, ну это прямо связано, прямо вины, вина, обида, ненависть, злорадство, стыд, все вот это, нафиг, нафиг, этого не должно быть вообще в аватаре в этом, вот в буквальном смысле, прозрачный, прозрачный, то есть вас в этом смысле ни одна фраза не должна попасть, оскорбляющая, все мимо, мимо, понимаете, дух проявляется полностью из сути, вот, а все это пролетает мимо, потому что не за что зацепиться, нету там зацепок, нету программ негативных, на которые это может вообще зацепиться, потом представления, вот эти все ложные представления, которые загружались, вместе с этой иллюзией, там, травмирующего прошлого опыта, истории, это выгружается тоже очень эффективно, интенсивно, чтобы в этом моменте, вот осознаться просто в этом моменте, и представления коллективные, в том числе, вот я так, мы немножко так вот, я про общины рассказал, и про государство, вот я когда, тоже в начале войны ездил там, и часто через блокпост там, нарывался на взаимодействие, вот оно разное все время было, вот, и, ну, во-первых, я там понял, что в очередной раз осознал, что необходимо убрать негатив, то есть необходимо убрать образ врага, раз, вот, ну, это убирало, это, конечно, облегчало все взаимодействие, но все равно, все равно я видел это все, все равно я видел, вот, а у Дона Хуана там есть такая подсказка, ну, у Кастанеды, что пока ты пользуешься понятиями этой матрицы, ты раб, то есть ты понятиями просто пользуешься, и ты раб, вот, я гадал и думал, а как же понятия эти убрать, я куда не посмотрю, но я же вижу, там эта система государственная, я вижу государственную систему, и на помощь пришла община, вот, когда я понял, что надо вместо государства введить общину, вот, все, я начал вот это все, начал переставать пользоваться понятиями матрицы, то есть это государственная система, вот, и пользоваться понятиями общины, вот, и следующее, что понятия поменять, понятия и значения, атаки и символы, и слова, вместо искаженных, вот, исконные вернуть, ну, я, например, про ответственность я говорил, это не долг, не обязанность, а это способность, раз, уже открылась, например, вот это, я думаю, можно отдельный тренинг сделать под названием «Живу зря», вот, кто, кто хотел бы жить зря, поднимите руку, помышите рукой, а почему нет? Понимаете, почему нет? Потому что искажено восприятие, потому что зря в этой рабской системе, это впустую, бесполезно, вот, а исконно, что значит зря? Мы, когда говорим зрить, зрить в корень, зрить в суть, то есть, вот, буквально, вот, на виду, тут, прямо перед глазами, это понятие, которое дает зрить в суть, вот, а мы не хотим зрить, потому что это впустую, у нас подмена прямо на таком уровне, подмена, это впустую, это бесполезно, я не хочу жить зря, да не, я хочу жить зря, понятно? Понимаете? И такого много, такого много, которое вот так вот искажено восприятие, поэтому вот это восприятие, скажем, пока ты пользуешься понятиями этой матрицы, а тут зря, это пустую, ты раб, вот, то есть, необходимо выйти, я вот, когда начал убирать, вот, через общину, вот, я перестал, блокпосты, во-первых, куда торделись, в моей реальности, блокпосты, вот, я езжу по двум дорогам, ну, я там вижу где-то, там блокпосты, там блокпосты, там тормозят, там что-то тормозят, у нас блокпостов нет, я вам серьезно говорю, ну, нету блокпостов, ну, не останавливает никто, это позавчера там, или когда вчера с полицией встретился, выложил там пост, но я так давно не общался, вот, ну, блокпостов нет, понимаете? То есть, вот, вот таким образом, то есть, влияние на, ну, на действительность, и это наша ответственность, понимаете? Это наша ответственность выйти из этого рабского мышления, вот, и там, и там в ведах тоже славянских описывается, что там, ну, что там разные вот эти пути нашего просветления идут, вот, и там одни из путей, когда мы просто, ну, меняем действительность, вот, и как меняем действительность? Там прямо это говорится, что сотворяем сказку, сказка это как аз, опять, как аз, ну, сказание как аз, понимаете? То есть, в прямом смысле, вот, золотой век, да, кроме того, что вот этих представлений, я сейчас на представлениях тут разошелся, примеры показывать, рассказывать, ну, вот, и следующий уровень, это уже кармический, причинно-следственная связь, вот, и тут я, в небо себе мы это видели, сейчас вот вижу, что система не может без кармы, не по карме пойти, вот, я это наблюдал, я так, ну, так стремновато было это так идти в это, и точно или нет, точно или нет, мне кажется, или точно так? Если у вас нету тех семян, если вы не нарушаете ничью волю, ничьи права, система не может вашу волю и права нарушать. Вот такой вот лайфхак, так вот сквозь стены системы. Мы когда открылись в небосе, мы это прямо осознавали, это прямо использовали, мы уже долго до этого не нарушали ничью волю и права, вот, и, ну, уже когда пошел этот опыт у нас, мы это еще проверяли и смотрели, что мы, все, мы вот только за себя отвечаем, вот, ни за кого другого не, мы перестали, мы поняли, что не надо никого подбивать на совместный путь этого опыта, что надо самим идти полностью, только ответственность брать, не подбивать никого и не, ну, не нарушать права и волю. Вот, и вот таким образом и открылась портал, получается, вот как вот буквально в этой стене. Да будем сейчас уже заканчивать. Ир, давай, может, ты чуть добавь, я уже, в принципе, ну, так, то, что, то, что вот так оно, так я чувствую, уже закруглилось, может, добавишь про ретрит или как ты что чувствуешь, добавь. Ну, чувствую сказать, что вот есть понимание, как матрица устроена, ну, такое пока общее, да, вот, как структура. Главная структура есть, а для того, чтобы понимать, как в ней ориентироваться, ее важно осознать в практике, отработать. То есть в каждой системе посмотреть, как это у меня сейчас простроено, где не на своих местах, и там начинать выстраивать на свои места, себя начиная. И тогда в жизни, ну, как, когда я ставлю себя на место, все вокруг становится на свои места. Это про взаимодействие. Мне не нужно, там, что-то кому-то доказывать, бороться. Все автоматически ставит на свои места. Но это значит, что и взаимодействуя я тоже на своем месте нахожусь. И здесь что меня останавливает, или что может меня останавливать? Взаимодействовать на равных с тем, кто меня подавляет, как будто бы, в этом. Там требует меня, спрашивает меня что-то. Это страх дискомфорта. Когда я боюсь этой встречи, потому что боюсь, что мне будет дискомфортно от того, что сейчас мне нужно отвечать на какие-то вопросы, там, с меня что-то спросят, что как будто бы лучше избежать этой встречи. Это как Макс приводил пример. Давайте купим, там, справку какую-то, да, что у меня, там, этот вопрос решен, и я буду спокойно с купленной справкой. Там, какой-то обходной путь еще. А можно как-то так, чтобы мне не нужно было с дискомфортом встречаться? Но тут нужно осознать, что избегание этой встречи — это поддержка своей детской позиции, а значит, безответственности, а значит, в системе я не на своем месте. Потому что я нахожусь в теле взрослого человека. А когда избегаю реализации своего намерения, намерение у меня быть свободной есть, но действия в этом отношении я не делаю, уже знаю как, уже вот инструменты мне рассказали, я вижу людей, которые так живут, живут так действительно. Но я на них смотрю, там, с попкорном, кино, какие еще у вас новости, что вы еще делаете. А своих шагов, если я не делаю, то я в себе только взращиваю это неделание. И причина здесь корневая — это страх дискомфорта. Какой тут выход? Осознать, что страх дискомфорта — это только ограничение. Что дискомфорт — это просто показатель того, что происходит трение в процессе моего развития и роста. Страх и злость находятся рядом очень. Если ты часто осознаешь себя где-то в раздражении или в такой пассивной агрессии, у меня все хорошо, нормально все, или вспыхиваешь, как будто бы муж раздражает, там, чавкает специально, чтобы тебя пораздражать, или дети как-то не так себя ведут, или там продавец в магазине, то тут честно надо определить, что злость, которую я испытываю, это только показатель результата моего состояния. И люди, через которых я это осознаю, просто мне это показали. Злость — показатель того, что я не делаю то, что я хочу в своей жизни. Это бездействие накапливается и выходит через агрессию. То есть я в результате не на своем месте получаю агрессию, подавленную волю, ну и могу себе еще и рассказывать, объяснять, почему у меня такая ситуация. Это как, если смотреть, почему я сталкиваюсь с дискомфортом, посмотреть на это, как на процесс работы со своим сопротивлением. Это тоже через дискомфорт проходить. То есть у меня есть намерение быть свободной, но я откладываю изучить, что такое статус человека, например, разобраться в этом. Практиковать инструменты. Вот то, что в ретрите мы даем, это возможность войти в поле и вместе с полем одновременно, с поддержкой команды, внимательно практиковать. Но при этом ты все равно находишься в онлайне. То есть как ты это применяешь, это твоя полная ответственность. Одновременно с этим инструменты есть в открытых источниках. То есть вот сейчас, например, это эфир. Мы рассказали про то, какие свойства систем. Ты можешь уже брать эти знания и практиковать. Ты можешь уже их взять и просмотреть, например, в роду, в отношениях с мамой и с папой, с мужем, женой, с детьми. В самых ближайших системах на своем ли я месте. И когда я тут начинаю это выстраивать, у меня появляются опоры, я в остальных сферах тогда начинаю замечать и это выстраивать. Но буду ли я это делать? Или я послушала эфир, очень интересно, отложу его, а в действие не буду переходить, потому что там дискомфорт, когда я начинаю это делать и применять. Мне тогда нужно себе честно признаваться в том, что сейчас у меня, где я сейчас нахожусь на точке координат по сравнению с тем, куда я хочу попасть. Называть вещи своими именами и начинать выстраивать, как это должно быть, как я хочу, чтобы это было. Я даже не говорю про дискомфортную встречу там с кем-то, со стенами, с которыми вы сюда пришли, встретиться и пройти. Даже с семьёй разобраться, даже с семьёй это всё выстроить. Вот уже прозвучали инструменты, можно применять. И на ретрите мы очень глубоко работаем с этой телесной реакцией страха дискомфорта. У нас есть очень много практики куан, медитации, глубокий разбор причин, почему в теле эта информация застывает, и мы как слепо подвержены этой телесной реакции. Вот вроде бы я умом всё понимаю, но ничего не делаю. У кого такое состояние? Поставьте плюсики. Ну как, вы понятно объясняете, но что делать? Сделайте что-нибудь со мной. Но никто с тобой ничего не сделает, только ты. Мы можем рассказать как, мы можем с тобой это проходить, чтобы ты с каждым шагом убеждался, что у тебя получается, у тебя это работает. И практики, которые есть в процессе, они ясность добавляют, и ты свою волю больше и больше раскрываешь. То есть ты себя взрастишь, чтобы полностью раскрыться, как взрослый человек, с полной свободной волей, спокойно, бесстрашно взаимодействовать, решительно проявлять то, что я чувствую и хочу. Практика куан — это гуддийская практика куан, по сути означает вопрос, который не имеет логического ответа. Он выполняется в групповом процессе или индивидуально с куратором, если ты берёшь пакет с куратором, или так и так. И в процессе этой практики как психика учится осознавать себя в моменте, с каждым шагом, с каждой минутой практики глубже и глубже. И там на уровне понимания мы могли с вами разобрать, то вот сейчас вы про систему услышали информацию, да? Но чтобы на уровне опыта она прошла, нужно порядок внутри навести. И вот практика куан, например, это очень хороший эффективный способ очищения внутреннего восприятия. Вот тут, я думаю, этого достаточно. Подробнее мы рассказываем о практике, обучаем её проходить, сопровождаем в этом процессе уже в самом ретрите. Вот в ретритах, в дзен-ретритах эта практика активно используется. Я ссылку сейчас в чат сбросил на страницу, где можно подробнее узнать про ретрит и зарегистрироваться. Там есть три пакета самостоятельных похождения с сопровождением ангела и идущих, кого-то из ведущих. В общем, выбирайте, смотрите, что вам больше подходит, если откликается. Но это не только, вот эта тема про систему, это как одна из таких, просто, скажем, сейчас живых таких тем и необходимых. Поэтому я её предложил выделить как полезную для всех, для тех, кто пойдёт на ретрит, не пойдёт на ретрит, чтобы ознакомиться. Но в принципе, это про то, как целостно и счастливо жить в своей жизни. В моменте, вот эта тренировка в моменте, здесь и сейчас. вот с самого начала тренироваться будем здесь и сейчас, здесь и сейчас. Всё, что выбивает здесь и сейчас, отцеплять и убирать. Отцеплять и убирать. Всё, что мешает в этом здесь и сейчас осознаваться. Ну и дальше уже, как работа, дальше уже, как вот ещё, это так поверхностно достаточно было сейчас про системы, будет более углублённо про системы. И дальше про общину. Дискомфортом, будет про встречу с дискомфортом, про встречу с эмоциями. То есть то, что меня сейчас отвлекает, от того, чтобы просто делать то, что я уже и так знаю, как взращивание своей психики через очень простые и понятные инструменты, которых мы сегодня не коснулись, но они там, если вы смотрели эфир, например, про страхи, про ответственность, то там уже тоже были классные лайфхаки, полезные инструменты, которые тоже, может, сейчас понятней, как связаны с системами, как связаны со свободным проявлением воли. Вот. Спасибо за обратную связь в чате. Вот приятно, что за что. Так, ну, часть отсоединилась. Ну, я думаю, для тех, кто остались, это было понятно и полезно. Большинство остались два часа, как-никак. Да. Чуть информации. Сейчас я прям вдохновлен. Некоторыми такие вижу видео, как люди проявляются. Очень мощно, очень мощно. Сила прям нарастает. Это то, что там еще полгода назад. Так, как это вообще? Как это так проявиться? И сейчас смотрю, прям, очень поднимается. Воля очень просыпается. Вот самоосознание, права проявляются. Я думаю, что система, ну, полностью необходима негативу брать. Вот. У системы есть еще функция, вот это мотиватора такого, который, вот это болотце, вот, которое так вот в этом разделяя властву и потеряла вообще, потерялась, кто это, что это, кто это, зачем мне здесь. Вот, заставляет, как вот, живому проявиться, живой сути проявиться, самоосознаться, сути проявиться. Вот, поэтому, вот, если чувствуете, откликается, то, ну, смотрите, неважно, с нами, не с нами. Вот, приглашаем, если что. Благодарю, благодарю вас, благодарю. Полный отклик. Мне кажется, что никто не дает столько полезной информации, как вы. Благодарю, очень ценно благодарю. Благодарю за эфир. Круто, круто. Благодарю мастера. Да, благодарим вас за обратную связь. Ира, благодарю за эфир тебя. Благодарю всех присутствующих. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok